Итак, мы переходим к третий этапу написания блога. Третий этап – это черновик. Черновик блога. Напоминаю, что образ черновика – это крылатый конь, который обозначает Пегас. Понимаю, что Пегас – очень интересное мифическое животное. Пегас, то есть крылатый конь. Идея такая, чтобы написать блог – это трудная вещь по поводу черновика, надо призвать этого мифического животного. То есть если Пегас будет с нами, с вами, то значит черновик получится. Если Пегаса не будет, получится курсовая работа. Как это сделать? Тут много мифического, но есть технология. Технология того, как призвать этого конь. И эта технология у меня делится на две части. Первая часть – это то, что необходимо, чтобы он пришел. И вторая часть – это то, что запрещено. Запрещено. То есть что надо сделать и что делать категорически милициалам, но что обычно делают, из-за этого тексты не получаются. Может и получаются, но, например, человек не получает от этого удовольствия. Итак, что необходимо? Начнем с этого. Первое – необходимо приятие. Образ такой у меня мороженого. Вы можете себе представить, что если браться за какое-то дело с приятием, получается одно. А когда у вас, например, дедлайн, в последний момент, вот это, вот это все, такой негатив идет, такое неприятное ощущение, если такое есть, лучше не все. Ну, конечно, бывают дедлайны, когда вам что-то необходимо, прямо вот железно. Но блог, так как этот фрайл, такой свободный, это искусство все-таки. Я отношу это к искусству. Как, например, написание искового заявления, это искусство, конечно. Это можно в рутину прородить, но я считаю, что это какой-то продукт, очень такой возвышенный. И необходимо приятие. То есть, чтобы вам это доставляло удовольствие. Как это делается? Давайте посмотрим. Есть какие-нибудь варианты, как сделать так, чтобы получить приятие? Можно писать одно, что тебя действительно интересует. То есть, что-то тебя зацепило, вот это вот эмоциональное, вот что-то интересное, вот это вот. Ну, мотивировать себя интересом к этому. Да, ну, еще, прошу еще какие-то варианты, потому что важно какую-то. Вот сесть и как себя вот так сделать, чтобы такое, как мороженое? Писать на ту тему, которую ты понимаешь, мне кажется. Что понятно. Что понятно, да. Писать о том, что ты не сможешь объяснить, или понять, или подумать. Ну, такой, значит, рецепт. Потому что не всегда же понятно, что пишешь. То есть, сначала надо как бы понять. Сначала понять, о чем это, что требуется, что необходимо, ясность. Потому что то, что непонятно, вы поражает страх. Теория страха основана на непонятности. Что непонятно, то пугает. А что пугает, вы разве будете делать то, что пугает, допустим? Хичко, когда мы это смотрим, мы знаем, что там завершится хорошо. А когда мы делаем что-то непонятное, мы не знаем, что это никогда не завершится и так далее. Т.е. хичко, как именно на этом построено, страхи, эмоции, но в данном случае, чтобы было ясно, что вы хотите сделать. Т.е. Лена? Какой вопрос? Т.е. сам мотивация писать это. Т.е. я напишу, и за это я получу тот. Т.е. сам мотивировать. Т.е. поставить себе какую-то еще фишечку, чтобы было в конце. Например, напишу и вот сегодня я там, ну или что-нибудь там. Какая у вас мотивация? Еда, секс, что еще? Ну и так, ну что еще какие-нибудь у вас деньги? Деньги. Ну нет, ну чтоб ты сам себе вот такое сделал. Т.е. что-то еще, кроме текста, чтобы еще был какой-то бонус к этому всему. Следующее, что необходимо обязательно, это эмоциональность, эмпатия эмоций. Эмоциональность. Если Сера, вот надо и надо, ну посмотрите на водителя троллейбуса, вот едет, ну троллейбус еще ладно, он крутит руль, а вот, например, водитель трамвая, я вообще удивляюсь, да, там даже руля нет, он держится за такую штучку и педалями, просто педаль быстрее, медленнее. А так там вообще можно с постановки объявлять? Да, можно, конечно, эмоционально можно, я знаю такого водителя, вообще так объявляют, там знаете, видно, что душу вкладывает каждый раз, эмоционально. Т.е. можно, необходимо повысить свою эмоциональность перед написанием. Можно ли повысить эмоции свои? Просто. Есть ли вариант? А как повысить эмоции? Рассмотреть. Как? Рассмотреть какой-то фильм, который соответствует, да, эмоциям. Если это, то ты должна быть веселым настроением, комедия просмотреть, понимающие настроение, если такого не имеется на данный момент, то есть войти в это состояние, там, на курсель покататься, не заставлять удовольствие. Давайте одно, чтобы мы как технологии выработали. Рассмотреть какое-то видео в соответствующем настроении. Давайте я так переведу, немного обобщу. Обратиться к произведениям искусства. Потому что произведение искусства – это то, что порождает у нас эмоции. То есть, эта культура искусства, культура искусства, она именно на это и нацелена. То есть, что у вас, есть ли какое-то произведение искусства, которое вас цепляет, и вы знаете, что оно настраивает на такой лад, вы его раз вот просмотрели, или прочитали, или прослушали. Музыка искусства, да, или музыку какую-то, вошли в такую ситуацию, например, там, что-нибудь тревожное вы такие вот, тревожное вы прослушали. Вот так вот сейчас и начали эту тревогу издавать, да. Нужно совесть. Поругаться с кем-нибудь. Если нужно, негативные эмоции нужно? Слушай, вызвать близкого или родного, глядя сюда, и глядя ещё. Всё, всё. Нацелены. Да, эмоции. Роган понимает эмоции. Ну, смотря какой текст вы пишете. Но в некоторых случаях очень хорошо работает, паттерны сразу включаются. Ну, модели. Ага, и всё. Всё кипит внутри. И всё начинает изливать на бумагу. Эмоции – это же выбор гармонов. Нужно делать то, что позволяет тебе эти гармоны выбрасывать. Можно выпить кофе, например, человек выпит бы, зарядка гонки. А можно, действительно, как ребята привели, что это произведение вообще не ругаться? Ну, давайте так. Да, чтобы было другое. Потому что здесь всё-таки это была у Елены культурная парадигма по поводу конфликтной парадигмы. А в данном случае – химическая парадигма. Да. Это химия. И эту химию есть препараты, которые… Я не буду говорить о всех. Ну, кофе приведу, кофе может помочь. Да, раз – такое. Сердце забилось, и вы ей начали что-то делать. Ну, хотя, считаю, ну, да, это смесь, смесь, химия. То есть, само по себе кофе, конечно, не подымет эмоции, но оно обострит восприятие. То есть, хорошо бы связать с культурой или с моделью маговедения. И последнее, что необходимо всё-таки, оно несколько, знаете, вот с приятием как бы разводится, но оно обязательно должно быть – это упорство. Упорство. Я говорил вам в прошлый раз по поводу того, что, ну, и не идёт бывает, да? Вот сел – и не идёт. И никак не идёт. Ну, он говорит, ну и всё. Отложу – потом приду. Нет. Этого коня, этого пегаса необходимо выслеживать. То есть, необходимо сесть в засаде и писать, писать, то есть, что-то вот… И он придёт. Если вы уйдёте, он как раз в этот момент и придёт. А вас нет. То есть, надо его ожидать. Надо себе поставить такое упорство, то есть, такую заменную галочку, что я сегодня должен написать. И ко мне придёт. И он вправду придёт. Всегда приходит. Сегодня мы увидим его. Всё по поводу вот этого блока «приятия». Что необходимо? Ну, я думаю… Знаете, тут можно… Я же вас… Наверное, вы заподозрили уже. Я вас учу не только блоком, но и жизни. Вот. Это можно и в жизни так сделать. Жизнь как блок. То есть, в жизни же тексты, речи какие-то, подготовка к каким-то речам. Это также работает для любой ситуации, для наших с вами встреч. Хорошо бы сделать, чтобы это было приятно. Хорошо бы эмоции повышать. И хорошо бы упорно, то есть, решить, что сегодня мы это сделаем. Как стигней мы разойдёмся, но до этого момента у нас будет. Будет продукт. Есть вопросы? Как бы вы ещё посоветовали повышать эмоциональность, помимо разумных данных способов? Что-то… Традиция. Мы очень-то много перечислили. Потому что культуру вообще… Я часто к культуре обращаюсь. И к химии, и… Ну, после спорта… Спорт… После этого отдыха не хочется ничего писать. Вот, если спортом занимаешься. А можно общаться с людьми, которые заряжают? Харизматичными людьми? Не подсказывайте. Да. То есть, есть такие среды, в которых я знаю, если я туда приду, вот эти среды. Я общаюсь с людьми. И после… Ну, как заряжение. Ну, слово метафора. Происходит заряжение. И я прихожу, и начинаю вот что-то с людьми писать. Ну, например, вчера была интересная лекция у нас здесь. По философии. Очень сложная лекция. Но она меня как-то зарядила. Потому что я удивился, что я понимаю, что она говорит. Ну, не все, конечно. Десять процентов. Десять процентов я понимаю вот эти философские терминологии, вот эти переходы. И я пришел, и такой очень заряженный. И… То есть, надо найти. Мой такой рецепт. Надо найти среды, которые заряжают. Если вы хотите писать. Обращайтесь туда. Приходите. Знаете, как заправка. Вот, что-то я вот на нуля. Все. Все отложили. Пошли. Заправились. Пришли. Опять заряжен. И мы переходим. Что запрещено или запрещена? Запрещена что? Что нельзя. Вот ни в коем случае нельзя делать. А люди это делают. И потому Пегас убегает. Это… Все. Смотрите-ка. Кнотик. Я понимаю, что не для всех это актуально. Но есть люди, которые начинают писать. Бред какой-то я пишу. Как будто этот человек себя не любит. Я, как эгоист, не могу этого понять. Даже вообще представить себе. Как можно себя не любить. Но я видел таких людей, которые начинают себя критиковать. Не надо. Черновик – это и черновик. Что пишется, то и пишется. Пишешь с ошибкой. Пишешь с ошибкой. Не надо. Себя надо любить. То есть идея такая – полюби себя. Некоторым это сложно. Я не понимаю, как это может быть. Но некоторым людям это сложно. Они блокируются. Особенно перфекционисты. Которые говорят – сразу все идеально. Сразу все идеально. Для вас же придуман черновик. Черновик для вот таких вот. Расслабьтесь. Любите себя. Следующее – возвращение. Что нельзя. Запрещено. Написал два предложения. Пошел назад. Опять читаешь сначала. Зачем? Вот пишется и пишется. Пиши и пиши. Не надо возвращаться. Потому что зачем человек возвращается? Чтобы там что-нибудь подправить? Не надо. Вот ты готовишь текст и готовь текст. Водитель когда едет куда-то дальнобойщик. Представляете, он проехал из Волгородской области. Думаю, блин, как-то я неудачно проехал. Он вернулся и говорит, вот это уже лучше. Зачем? Не надо возвращаться. Запрещено. И последнее. Ну, это для эмоциональных людей, особенно когда человек возбудился. Все он так вот классно написал. Публикация. Нельзя сразу же публиковать. Никогда. Даже если вы с собой горды. Так классно получилось. Этим текстом вы понимаете, что вы сейчас убьете своего противника. Он не заснет всю ночь. И вы прямо сейчас хотите это ему выложить. Не надо. Сделайте паузу, подождите. То есть черновик публиковать нельзя. Все по поводу, что запрещено, по поводу этого коня, по поводу этого пегаса. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, если у кого нет вопросов, пожалуйста. Кто первый? Давидович. Можно ли во время написания черновика останавливаться на какой-то части, ждать день, например, и потом дописать это черновик? Запрещено ли это? Или нужно обязательно весь текст полностью написать? Необходимо написать полностью. Полностью? То есть до конца. А если, например, хочешь написать про что-то, но не знаешь как правильно, посмотреть в словаре? Нет. Нельзя? Нет. Это не идея черновика. Ну, конечно, может быть, да, чтобы схватить вот это слово, чтобы потом оно не ушло. Можно, например, потому что, понимаете, это такая вещь, как погружение. Ну, происходит погружение в текст, и как только вы куда-то начинаете смотреть, лезть или еще куда-то, вы можете выйти из этого состояния. Это же особое, вот этот пегас, да, это особое вот состояние, ну, психологическое состояние. И оно очень такое, если вот, можно из него выскочить легко. Вот просто в скобочках там написать. Посмотреть, как по-гречески будет это слово. Вот. И потом уже, вот. Потому что это уже доработка. А доработка это чистовик. Спасибо. Ну, бывает так, что я пишу черновик, и я очень эмоционален, тема мне очень нравится, очень интересно. Я написал черновик, бросил его, пришел на следующий день его дописывать, но мне уже неинтересно. Что в этой ситуации делать? Кладбище. У меня есть, да, у меня есть кладбище блогов. Потому что это очень хорошо. Потому что, посмотрите, эта богатость потом вышла бы в публичное пространство. Потому что, да, написали, да, хорошо. Ну, это как у Гоголя мертвые души. Он сжигал же черновики. Он не дурак же чистовики сжечь. Ну, то есть, в данном случае это хорошо. Конечно, у меня вот остается... Вот я знаю, что у меня есть аж с 2014 года. Я знаю, где он лежит, этот блог. Вот он мне как-то корябает. Я думаю, надо вернуться, но не возвращаясь. То есть, как бы, есть что-то такое, я понимаю, ваше опасение. Оно называется незакрытый гештальт. Да, незавершенный. То есть, как бы, ну, текст не до конца сделан, но он тревожит. Это эффект зейгарника, понимаете? Вы психолог? Эффект зейгарника – это то, что не до завершено, очень хорошо запоминается. Ну, тогда я так считаю, что если это не прям сильно будет корежить меня, психологически, я вернусь. Ну, получается, приятие этой темы еще равно остается. Да. А? Да. Потому что я просматривал свои черновики, некоторые есть, которые у меня гештальты закрыты. Они не опубликованы, но гештальты закрыты, и нет никакого люстра, чтобы им дальше заниматься. Чем плохо возвращение? Чем плохо возвращение? Угу. Ну, оно – это элемент критики. То есть, как бы, ты, ну, критикуешь. А второе – это, как бы, ну, 3К. То есть, да, путь написания. И когда идешь по этому пути, лучше его, ну, пройти до конца. А потом уже вернусь. Ну, может появится новая мысль, вот, если пишешь там большой текст, предположим, и прочитаешь заново слышишь мысли. Ну, это же, может, на четверке. В четверке же можно добавить. А тут, ну, вот эта метафора Пегаса, именно метафора спугнуть. Да, это то, что очень легко улетучивается. А вот это возвращение, это все-таки, знаете, такое, нехохцай. Ну, то есть, немецкое что-то такое. Ну, ладно, все, сюда было, хорошо, с самого начала. Туда-сюда, туда-сюда. И я все-таки больше на французский, ладно, настроен. Такое, знаете, легко все. Чтобы это было произведение искусства. Какие вы знаете произведения искусства у немцев? Ну, есть, наверное. Баха, Моцарта, произведения искусства? Ну, это австрийцы, да, все-таки, ближе. Ну, как бы, ближе к славянскому, вот такого, к легкому. Нет, у немцев есть философские, есть вот эти философские тексты писать. Шпенгауэр. Да, наверное, это. Да, ну, Шпенгауэр, если северная георгия. Кант. Геи. Но все-таки вот эта легкость, я за славянскую легкость. За славяна просто. А если тебя мотивирует то, что у тебя уже почти готовый текст, вот если я напишу, как будет это слово по греческому, то это слово по греческому. У меня как-то уже, ну, у меня эмоциональность падает к концу текста. Я тут поленился, не посмотрел, дальше не посмотрел. А когда вот у меня есть конкретные зацепки, а это меня мотивирует, что у меня уже почти готовый текст. Это плохо? Вот и сразу, у меня есть, там, задумка вставить какое-то греческое слово. Оно мне вядится на языке, а я его не вспомню. Я зашел в интернет, нашел это слово, вставил. Все, у меня уже почти готовый текст. Меня это мотивирует дальше писать. Ну, хорошо, у меня тут контр-гудо вот такой будет. Если, опять же, вы знаете, что греческое слово есть, но его не вставили, это эффект заигарника получается. То есть вы к нему возвращаетесь. Это мотивирует вас потом в чистовик написать. То есть вернуться и все-таки это слово вспомнить, то есть оно будет как маркер вам, как вы по тексту располагаете такие, которые притягивают. Магниты такие. И все. И вы начинаете, что они вас притягивают, и вы потом закрываете лишь так. Ну вот я к тому, что здесь я поленился вставить это слово, не нашел, не стал смотреть, ну вот подписался на веках. Дальше. Вот это что такое? Вы что сейчас делаете? Я поленился. Как может автор лениться? Ну, тогда рациональность будет поступать. Ну, как поступать. Вы и пишете, и пишете. Да, вот такое слово в скобочках написали. Вспомнить, как идиота сперевозится. Все. Вот я думаю, что тут критикой попахивает. Это время. И непосредственно третий блок – это технология. Технология, то есть сама процедура написания текста. Первое – это рабочее название. Мы берем. Отсылаю вас к разделу «Рабочее название». Кстати, у меня еще одна идея появилась для вашего блога. Какого есть? Ну, вашего блога, который вот в ВКонтакте. А, сейчас мы будем это… Рабочее название. То есть, напоминаю, что есть рабочее название. Например, вот «Студент Сукун» был. Очень долго просто это было рабочим названием. Очень долго. И потом я решил все-таки написать. Раз, вспомнил название рабочее, всплыла эта ситуация. Все, я готов. Я готов в черный. Второе. Мы сам текст уже начинаем писать. Это называется «Вступление». Ну, я тут боюсь… Я этого не боюсь, конечно. Своё навязать видение, потому что это всё-таки моя модель видения. Это обустроить сцену. То есть, сцена… То есть, в видении… Ну, сцена – это что такое? Это место, время, субъекты. Система координат, так как это… Ну, как бы, вот сейчас покажем фильм. И фильм или в театр. Я вас приглашаю в театр. И вот открывается занавес. Я говорю, вот шкаф, вот ружьё висит. Вот Марина Ивановна, вот… Ну, и так далее. То есть, видение, чтобы человек понял, что сейчас будет происходить. Но ещё ничего не происходит. А вот это видение. Одни предложения можно. В блоге это же… Следующая. Основная часть. Я использовал термин «драма». Драма – это буквально… Человек… Это движение. То есть, когда вы раскрываете основную часть, драма – это движение. То есть, по ходу вот этого блога должно что-то происходить. Сцена есть, и вот на этой сцене что-то пошло. Если нет движения, нет действия – это будет учебник какой-то. В этом учебнике никогда нет драмы. Потому и скучно читать. Представляете себе? Учебник по теории государства и права – как драма. Начало, завязка, развязка. И в конце такой – хопа! Три части проводят норму. Классно, да? Студент приходит и говорит, что всю ночь не мог оторваться от учебника. Вот как сел вечером и только утром очнулся. Как это? Вы думаете, это легко, это техника, это технология. Это драма. И стоит ли ее описал в своей работе поэтика. Которая, кстати, знаете, с какого языка была переведена? На европейский. С арабского. Четыре. Там уже сохранилось в Александре, да? Сохватили арабы. Ну, там причины неизвестны, но оказалось, что эти тексты остались только на арабском языке. Ну, было переведено с греческого, понятно. Видите, все-таки написал на арабском. Переведено на греческое, а потом с греческого пришло европейская культура. Вернулось в средний год. Так, заключение. Ну, здесь несколько вариантов. Ну, вариант я предлагаю моралите. Моралите – это так не делайте, так делайте. Или призыв, возможно, сделайте так. То есть, необходимо также завершить гештальт. Необходимо заключение. И пятое. Я тут нарисую кровать, кроватку. Вот эта вот публикация. Отложить. Пусть полежит. Черновик должен полежать. Обязательно. Не полежит – не будет качества. Вот такая технология. Пятиэтапная. Я вам предлагаю. Пожалуйста, есть ли вопросы? Можно ли не откладывать сразу, перейти к описанию Чистовика? Или отложить на пять минут, предположим? Отчитается отложить или нет? На пять минут – нет. Потому что так быстро человек все-таки не может отключаться. Тут необходимо, знаете, ну, к этому сейчас будем говорить о Чистовике. Глаз, необходимо, чтобы глаз отложил. Потому что, когда вы тут, вы еще в тех контекстах, многое раскрывается в автоматическом режиме. Надо снинить контекст, и для этого необходимо, оно должно будет отлежаться. Ну, это как вино. Ну, по времени – это сколько? Ну, вино – сколько молодое вино? Ну, тихо. Хорошо, если я на год… Ну, даже на бажоле, мы не говорим о… Если я на год – отложил черновик. На год? Можно и на год. Посмотрите, если через год вы напишете, это, скорее всего, у вас тогда будет текст не на одно десятилетие. Ну, если он актуализировался через год. Ну, минимум я предлагаю на сутки. Все-таки, ну, блоги – это небольшие тексты, актуальные тексты. Конечно, бывает, знаете, вот иногда так хочется, какая-то тема актуальная, да, и все они пишут. И прямо думаю, вот сейчас я как лыку-строку так, раз, вот так хочется вот это все. Ну, лучше сутки подождать. Хорошо. И я предлагаю перейти к практике, написать сейчас черновик блога. Потому что у меня остается в любовь. – Да. Можно прикрыть к пути к практику? На метровые эти деньги. Ну, иду drained готовых к shaped etzu. П Cherк.